Правый берег Волги и 10-метровые сосны наполняют воздух целебными фитонцидами. Первых отдыхающих за Волжское приняла еще 30 лет назад. Недавно городская администрация начала восстановление турбазы. На первом этапе обновили летние домики. Однако имущественный вопрос затормозил этот процесс. Земельный участок, на котором расположена турбаза, является собственностью города. Право на нее муниципалитет вынужден доказывать в ходе затянувшихся судебных разбирательств. Эти домики взялись на основании модернизации старых домов, которые остались с Советского Союза по наследству. Как только закончат судебные препирательства и будет возможность эксплуатировать данный земельный участок как базу отдыха и данные строения, я думаю, что горожане сюда будут приезжать. Привлекательные 2,5 гектара соснового леса в поле интересов и некой компании «Солнечный берег». Фирма пыталась арендовать эту землю у национального парка «Самарская лука». И хотя бывшая турбаза находится в границах Самарской луки, нацпарку она не принадлежит. Теперь в судебном порядке истцы пытаются признать территорию муниципальной турбазы частью более крупного участка национального парка, находящегося в федеральной собственности. Каковы же на самом деле интересы «Солнечного берега» в отношении этой земли, пока не ясно. К этой территории «Солнечный берег» сейчас не имеет никакого отношения. Целью этого выезда вернуть данную территорию в федеральную собственность. А на данный момент, на наш взгляд, она не обоснованно передана в муниципальные собственности. А кому аффилирована компания «Солнечный берег»? «Солнечный берег» не могу сказать, кому она аффилирована, потому что такие вопросы не могу ответить. Я даже не знаю, почему вам ответить на этот вопрос. Между тем, новый федеральный закон дает муниципалитету право распоряжаться государственными землями по назначению. Но пока турбаза Заволжская не действует. В каком состоянии территория сейчас проверили представители региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта. «Мы выехали, чтобы убедиться, что в действительности на эту территорию может попасть любой гражданин. Мы приехали, чтобы убедиться, что на территории на самом деле соблюдаются все нормы противопожарные, санитарные». Средства тушения имеются, проход в заповедник открыт. Через турбазу проложена дорожка, по которой каждый желающий может пройти вглубь национального парка, хотя охрана здесь присутствует от вандалов и воров. Природа охранная прокуратура тоже в стране не осталась. Относительно этой территории будут проведены все необходимые проверки. Станет ли эта турбаза зоной отдыха для самарцев, или же суды будут продолжаться, вопрос открыт.